Здравствуйте, друзья! С вами вновь компания «Стройгарант Анапа». Мы строим дома в Анапе и Анапском районе. Сегодня я хочу вам презентовать два новых дома. Находятся они в станице Гостогаевской по адресу улицы Советская, дом 8А и 8Б. Участки у домов по 7 соток, площадь домов по 130 квадратных метров. Как видите, дома выполнены в кирпичной отделке, сдаются они с газовым отоплением. И отличие между этими домами в том, что внутренние помещения имеют зеркальную планировку. Теперь давайте пройдем внутрь домов и посмотрим, что там у нас внутри. Давайте начнем осмотр с прихожей. Прихожая от основных помещений отделена межкомнатной дверью, то есть в наши жуткие 5-градусные морозы, когда хочется в доме сохранить тепло, можно закрывать эту дверь и холод из входной двери с улицы в основные помещения попадать не будет. Здесь есть система теплый пол, то есть если оставить обувь на полу, там какие-то лужи если будут, они все высохнут, все будет замечательно. Шкаф и купе поставить. Но я думаю, об этом я рассказывать не буду. Каждая хозяйка сама знает, как правильно расставить мебель. Давайте пройдем в основные помещения. Начнем осмотр со спальни, которая находится на первом этаже. Эта спальня у нас с эркерными панорамными окнами. Они проветриваются, естественно. Вид идет на проезжую часть. Напротив дома, кстати, находится остановочный комплекс. И буквально в 50 метров за следующим поворотом есть магазин. Вот такое помещение. Кому интересно, высота потолков в 2 метра 90 сантиметров. Давайте посмотрим теперь ванную комнату. Она находится напротив спальни. Мы тут еще маленько не прибрались. Буквально только сегодня дом сдали. Ну, сейчас у нас будет тут уборочка капитальная. Большая, просторная, ванная. Есть вытяжка, освещение, окно. То есть, выводы под все необходимые коммуникации. Ну, если чего-то будет не хватать, какие-то пожелания будут, сантехник придет и все это доделает. А теперь давайте посмотрим на кухню-гостиную. Сразу прошу обратить внимание на лестницу. Посмотрите, как она удобно расположена. Что находится на втором этаже, покажу и расскажу несколько попозже. А сейчас давайте обратим внимание на кухонную зону. Уверен, для многих хозяек это очень важное место в доме. Кухня очень уютная. Под керамогранитом также имеется система теплый пол. Напоминаю, теплый пол есть у нас везде, где есть керамогранит. То есть, это кухня, ванна на первом этаже и зона прихожей. Там везде смонтирована система теплый пол. Вот эти трубы, здесь будет стоять котел отопления. Газовый, он уже будет входить в стоимость дома. То есть, за него отдельно доплачивать не нужно. То есть, радиаторы отопления в каждом помещении, в каждой комнате и котел отопления входят в базовую стоимость дома. Под котлом тоже входит стоимость, будет стоять моторчик и система регулировки теплого пола. Все это будет спрятано внутри кухонной зоны, под шкафчиками, внутри шкафчиков. То есть, как бы глаза мозолить не будет. Очень все рационально продумано. Теперь давайте выйдем на террасу и посмотрим, что у нас на улице творится. А на улице у нас творится жара. Сейчас стоит 43 градуса. Очень жарко. Вот такие участки. Обратите внимание, они достаточно просторные. Как я уже говорил, по 7 соток. Земля плодородная. То есть, если посмотреть внимание на соседние участки, все разбили сады. Растет все, что пожелаете. Если здесь сделать над домом еще козырек, будет вообще райское место. Ну, козырек, навесик, все можно нам заказать в качестве доп. опции. На втором участке то же самое. Если интересно посмотреть другие наши ролики, можете зайти на YouTube, нажав на логотип нашего канала. И там другие ролики можно будет увидеть. Я поднялся на второй этаж. Давайте осмотрим помещение, которое находится здесь. Но сначала прошу еще раз обратить внимание на лестничный проем. Посмотрите, как удачно он расположен. Как удачно расположено окно. Многие хозяйки спрашивали при осмотре домов 110 квадратных метров, как подходить к этому окошку, чтобы его помыть. Здесь никаких проблем с этим возникнуть не должно. Ну, теперь давайте зайдем в ванную комнату на втором этаже. И посмотрим, насколько она просторная и удобная. Ванна на втором этаже тоже достаточно просторная. Обратите внимание на вот этот скос. Мой рост 1,78 м. Я стою здесь практически в полный рост. А вообще высота потолков 2,70 м. То есть очень высокое просторное помещение. Также, как и на первом этаже, есть все необходимые коммуникации. Вытяжка, освещение и затонированное окошко. То есть, как бы, никто не будет видеть, чем вы тут занимаетесь. Любая ванна любой длины сюда очень легко входит. Ну, давайте останавливаться не будем на ванной и перейдем к спальням. Как я уже сказал, тут три спальни. Первая, вторая, третья. Начнем с первой. Высота потолков 2,90 м. Скос тоже мне практически в полный рост. Где-то 1,80 м. Примерно 1,80 м. Окна смотрят на заднюю часть двора. Давайте посмотрим, какой вид открывается со второго этажа. Весьма неплохой вид. Две другие спальни имеют выход окон уже на фасадную часть дома. Давайте вот по часовой стрелке начнем с этой спальни. Они более продолговатые. Из окошка видно проезжую часть, остановочный комплекс. И, в принципе, неплохой панорамный вид на станицу. Вторая спальня. Давайте пройдем в нее. Имеет более прямоугольную форму. Вид тоже на остановочный комплекс. Тоже достаточно уютная и просторная. Высота потолков в спальнях 2,90 м. И здесь, опять же, 1,80 м. То есть, мебель расположить можно очень удобно. Теперь камера у меня в руках. Давайте я еще раз пройдусь по дому. И расскажу обо всех нюансах этих помещений. Начнем, опять же, с ванной комнаты. На втором этаже. Смотрите. Вытяжка есть. Свет есть. Окошко затонированное. Вот такое вот интересненькое. То есть, ничто не помешает вам тут уединиться. Есть выходы под все коммуникации. То есть, под туалет. Это под унитаз, да. Под ванную. Здесь у нас еще батарея висит. Отопление. Здесь же тоже зима бывает. Под смеситель для ванной. Здесь висит зеркало. Зеркало у нас в магазине продается такое с освещением. С электрической подсветкой. Поэтому специально под него сделали кабель. Ну, кому не нужно, можно его замаскировать. И здесь под ним рукомойник. Тоже слив и под смеситель. Как бы розетки тоже все есть. В спальне. Ну, это самая большая спальня. Супружеская. Окна выходят на заднюю часть двора. Тихое, спокойное место. Даже если окошки открыты, дорогу не слышно. Здесь вот можно повесить телевизор. С этой стороны можно поставить двухспальную кровать с двумя прикроватными тумбочками. Очень все рационально. Здесь шкаф поставить можно. Так, теперь другая спальня. В принципе, все то же самое. Вот здесь вот розеточки под прикроватные тумбы. Можно поставить кровать. Тоже двуспальную. И напротив нее повесить телевизор при необходимости. Также есть розетка под кондиционеры. Все продумано. Переходим в следующую спальню. В третью. В последнюю. На втором этаже. Опять же, розетка под телевизор. Розетка под кондиционер. Выход окон на фасадную часть. Посмотрите, как красиво и ярко на улице. И место под кровать. Опять же, и шкаф-купе здесь тоже вылазит. Так, давайте теперь спускаться на первый этаж. Смотрим на лестницу. Кстати, обратите внимание, как удобно здесь сделан свет. То есть, можно включить свет здесь, на втором этаже. А выключить уже на первом этаже. Давайте попробуем это сделать. Я сейчас спускаюсь. И вот здесь вот выключаю свет. И вот он у нас погас. Вот я включаю, выключаю. Очень удобно. То есть, можно включить свет, подняться по лестнице и отключить его уже вверху. Смотрим теперь гостиную. Опять же, место под телевизор. Под диванчик. Кухонная зона. Все очень уютно и удобно расположено. Лестничный проем. Давайте еще раз все это посмотрим. Выйдем на террасу. Так, это вот место под коммуникации. Здесь будет смонтирована регулировка теплого пола и насосик центробежный для него. Это у нас под двухконторный газовый котел. Трубы выходят. И здесь у нас огородики. У первого участка и у второго. Как я уже говорил, здесь зеркальная планировка помещения. Селфи. Так, теперь перейдем в комнату на первом этаже. Всего получается в этом доме четыре спальни. Четыре изолированных комнаты. Вот такие вот они красивые окошки. Вот такой вид у них получается. Красивый. Вот так вот хорошо у нас панорамно все видно. И перейдем в ванную комнату. Не прибраны еще, да. Ну, уже дом, в принципе, готов к застелению. Осталось вот реально только мусор убрать. Тоже все необходимые коммуникации имеются. Окошко опять же с тонировочкой. Освещение. И вытяжка имеется. На этом я заканчиваю осмотр дома в станице Гостогаевской на улице Советской 8А и 8Б. Два дома-близнеца с зеркальной планировкой. Будут вопросы, звоните, пишите, оставляйте комментарии под этим видео. Ставьте лайки. И всегда буду рад вас услышать. Этот дом в свободной продаже. Можете его забронировать как дистанционно, так и приехав посмотреть его вживую. Приезжайте к нам в офис. Мы тоже находимся в станице Гостогаевской. Адрес офиса улица Советская, 100А. На этом все. Всем пока. Продолжение следует.